Всем привет! С вами я, Татьяна Шадрина, вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время обсудить наш курс, курс в городе Красноярске. Конечно, это видео в первую очередь для моих землячек. Дорогие мои, у меня в студии в городе Красноярске проходят обучающие курсы по шитью, по разным направлениям. С конца августа стартует курс по шитью кружевного белья, безгалтер на косточках и трусики. Я приглашаю вас на этот курс. Запись уже открыта. Занятия проходят в малых группах, буквально по 2-3 человека. Ведет занятия моя коллега Светлана. Она обожает шить белье, это ее любимое хобби. Светлана прошла несколько вариантов обучения, несмотря на свою молодость. Она очень увлечена этим и ей есть чем поделиться со своими учениками. Светлана работает преподавателем уже больше двух лет в моей студии и от учеников только позитивные отзывы. Я периодически публикую в сторис, в коротких шортсах и на дзене, в роликах публикую наши результаты. Результаты то, что шьют девочки на курсах, на занятиях. А вконтакте есть целый альбом, где можно посмотреть то, что у нас получается в итоге. И следующий курс стартует в конце августа или в начале сентября. Мы дату еще не уточнили. Можно на него записаться. Наш курс состоит из 6 занятий по 3,5 часа. График занятия и стоимость занятий уточним уже перед началом этого курса, старта курса. У меня в студии проходят еще и другие курсы. Я периодически сейчас буду постепенно записывать короткие информативные ролики о том, чем может быть полезна моя студия для вас, мои дорогие. Ну что, сейчас я хочу вашему вниманию представить видеоотзыв ученицы, которая недавно закончила наш курс. Занималась она практически индивидуально со Светланой. И эмоции были настолько яркими, что я попросила ее записать это на видео. И сейчас вам это все покажу. Смотрим. У меня сегодня в гостях ученица. Наталья только что закончила шить комплект белья. Наталья закончила курс. Курс называется «Шьем комплект белья из кружева. Бюстгальтер на косточках и кружевные трусики». Мы подбираем выкройки готовые, учимся их моделировать, подгонять под себя и изучаем технологию пошива. Вот Наталья ученица этого курса. Сейчас я у нее спрошу, какое первое впечатление. Наташа, скажите сначала, вот все закончилось. Первые слова, что приходит на ум? Ой, даже не знаю, что мне на ум приходит. Ну, знаете, мне понравилось. Честно, душу греет. Да, очень приятно, потому что, знаете, вот это вау. Я сделала это. Потому что если учесть то, что я вообще не имею навыка шитья, то есть я там шила в детстве, и я это вот как бы, в общем, сделала с нуля. А тем более, если кто-то умеет шить, я думаю, что здесь не составит труда. Потому что мне было очень сложно как бы соображать, что с чем нужно совместить. А техническая сторона, ну, я даже с машинкой разбиралась. Получается, что у меня была машинка неплохая. Но я не знала, как тут все переустанавливать, там, зигзаг, строчка. То есть элементарно, то есть технические вот эти навыки, у меня их нет. Я каждый раз приносила машинку из дома для того, чтобы, то есть можно было здесь, конечно, шить. Но поскольку я не знаю, что переключать в моей машинке, мне нужно было, вот я как кошка с салом приносила машинку сюда каждый раз. И мы учились тут на машинке переставлять зигзаги, строчки и так далее. Вот. То есть вообще, ну, я нулевой человек, скажем так. Будете ли дальше шить белье? Что приходит тоже в голову? Обязательно, потому что я на себя не могу купить нужное белье. То есть то, что я бы хотела себе купить, пока я не могу себе позволить. А то, что мне хочется носить, ну, то, что продается в магазине, ну, это не вариант для меня. Потому что у меня, ну, такой приличный размер, то есть 90D. И белье некомфортное, белье неудобное. Ну, поскольку я уже девушка в годах, в плане того, что хочется, чтобы было уютно, чтобы было комфортно, чтобы это были натуральные ткани. Вот. Такого белья я в магазине для себя найти не могла. Еще, например, белье, да, что белье без поролона, это очень важно. А я люблю тонкие бретельки, а с моим размером это, как правило, вот что-то вот такое, да. Это, ну, толстые получаются. Посмотрим сейчас комплект. И еще хотелось, чтобы, ну, вот здесь ничего не было. То есть это, ну, это такой рабочий вариант, да, получается. То есть я люблю, когда белье кружевное. То есть когда чашка кружевная. А на большую грудь кружевной чашки, как правило, нет. Ну, вот чтобы вот она была с тонкими лямочками, и чтобы была кружевная чашка. Такого нет. Поэтому, ну, получается, что ту модель, которую мы взяли, это оказалась сложной. А модель, честно, я не знала. Вот. Но мне хотелось посадить на себя бюстгальтер. То есть чтобы вот действительно я его примерила и ходила в нем спокойно, комфортно. То есть мне в течение дня было удобно. Расскажите, с какого материала вы сшили этот комплект? То есть что выбрали? Так, ну, ткань у нас кулирка. Я даже название ткани особо не знаю. Запомнила. Так, ткань у нас получается вот кулирка. А кулирка у нас получилась плотная. То есть опять же, то, что нужно смотреть. Есть кулирка потоньше, есть кулирка потолще. И вот кружева. Ну, вот какое-то такое сочетание у нас получилось. Нежненькая получилась. Такая прям зефирная. Скажите, можете поделиться. То, что я говорю, мне не слышно ничего будет. Что хорошее качество по шею. То есть вот я в удивлении, что если бы вы такой безглад вы видели в магазине, стали бы вы покупать. Ну, или комплект белья. То есть качество вас устроило? Ну да, потому что я же для себя это делала. То есть вот я видела такой вот комплект, чтобы он был и с кружевами, и чтобы он был хлопковый, натуральный. Да, да, да. То есть вот такого я не видела. Ну, может быть, они как бы есть. Опять же, я по магазинам давно не ходила. Ну, и опять же, вопрос цена-качество. То есть, конечно, это все есть, но это все от 10, и пошел уже такой серьезный разбег. Плюс здесь, получается, мы учли, то есть это вот такая первая модель, и в ней мы учли все недочеты. То есть мы, конечно, посадили на себя все. Но были такие моменты, которые мы в новой выкройке скорректировали. И, соответственно, сейчас сшив новый комплект, ну, надеюсь, я попаду, либо, как обычно говорят, нет предела совершенства. Значит, в следующем комплекте я еще что-то буду учитывать. Ну, в общем, наверное, на втором-третьем комплекте можно понять и скорректировать. Ну, то есть в первом корректируешь, во втором, наверное, что-то можно будет скорректировать. Ну, а третий, наверное, как говорят, Бог троицу любит. Третий, это, наверное, уже будет, ну, такой идеальный вариант. Вот, который уже сядет, вот действительно, да, вот действительно мне хорошо. Я целый день хожу в этом белье, и мне ничего не давит, не трет, не жмет, не вываливается, не сбоку там, нигде, в общем, вот так. Наташа, были ли трудности с подбором материалов? То есть у них девчата, прежде чем пойти на курс, например, говорят, ой, я даже не знаю, где что искать, где что покупать. Ну, мне все рассказали, все объяснили, мы даже съездили вместе в магазин, мне рассказали, в каких магазинах это можно приобрести, даже скидки, где можно, в общем, поиметь скидочки, это тоже немаловажный вариант. Да нет, я пока ездила только в два магазина, купила сначала вот кулирку в одном магазине, а в следующий магазин, мне сказали, я приехала, там купила все. Вот, может быть, почему такой цвет получился? Ну, потому что вот мне понравилось кружево, и к этому кружеву было все, то есть мне нужно было бегать по городу, где-то там что-то искать, начиная от вот всех вот цветов, да, то есть все идет в тон, все подбирается, поэтому, да нет, сложности вообще нет. Сложности с подбором материалов? Вообще нет. И наверняка уже предъявили для следующего комплекта мать пьявы, да? Я уже даже купила. Уже даже купила, я видела, что мы уже даже раскроили следующий комплект. Да, ну там же была, серый будет, то есть кружева я взяла побольше, фурнитура мне понравилась, то есть получается, что кулирка будет серой, вот в этом же сочетании цвета, то есть тоже будет очень хорошо. Классно. Так, ну, со мной работал мастер Светлана, я вообще удивлена, девочка очень молодая, честно, она мне и в дочери годится, потому что у меня сыну 27 лет, а Светлана помладше, умничка, все настолько скрупулезно, настолько внимательно, то есть все вот эти нюансы, потому что здесь не получится прибавить плюс один сантиметр, здесь 8 миллиметров, 13 миллиметров, то есть как в какой-то выкройке, что ты можешь это там сантиметр убрать, здесь ты не уберешь. То есть вот если у тебя выкройка должна быть там припуск на шов 8 миллиметров, значит должно быть, ну, это очень, ну, кропотливая работа, но вот я с удовольствием это делала. Знаете, очень хотелось скорее это все на себя одеть, вот, надеть, и очень хотелось, чтобы вот действительно я пошла, и мне хорошо, ну, как бы нести себя. Отлично, да, спасибо Светлане. Свете, огромное спасибо, потому что курс, я насколько знаю, будет проводиться следующий в сентябре, у нас вообще индивидуально получилось, потому что в сентябре я не смогу уже выхожу на работу, я очень советую вот прям приехать и пройти такой курс, ну, честно, это лишним точно не будет. Если вы научитесь шить трусики, потому что трусики я тоже буду корректировать, то есть что-то повыше, что-то, какой-то где-то сантиметр прибавить, то есть получается, что тоже, ну, хочется довести действительно комплект, чтобы он был, ну, вот, идеальный, да. Теперь возможность такая есть. Теперь, да, теперь есть такая возможность, вот, учитывая особенности, там, моей фигуры, это все можно скорректировать, ну, это я говорю, что и целый день находиться, что тебе нигде не давит, тебе нигде не трет, тебе нигде не жмет, то есть все это можно, в общем, смоделировать. Надеюсь, вам ролик понравился. Если вы захотели тоже научиться шить свое белье для себя, так же, как Наташа, приходите к нам на курс. Шить с преподавателем – это намного эффективнее, чем изучать самостоятельно. Особенно это полезно очень для старта, такой навык, потому что преподаватель вовремя подскажет, как действовать в затруднительной ситуации, преподаватель скорректирует ваши какие-то действия и подскажет спектр возможностей на каждом этапе пошива. С преподавателем обучение намного эффективнее, потому что преподаватель прошел когда-то этот путь сам и уже сейчас структурирует это знание и ведет вас по наикратчайшему пути. Так что, если вы решили присоединиться к нам и пройти курс обучения по шиву белья с нами, записывайтесь, выбирайте любой удобный способ, как связаться со мной. Я внизу оставлю свой номер телефона, ссылку на группы ВКонтакте, в Инстаграме, ссылку на канал на Яндекс.Дзене. Вы можете написать по номеру телефона в любой из мессенджеров, в WhatsApp, Viber или Telegram. Я везде доступна и везде на связи. И, кстати, если кто-то из иногородних посмотрел этот ролик, я скажу, что информация может быть полезной для вас, потому что мы со Светланой записываем, сейчас как раз в процессе записываем ролик, но он будет платный. Ролик о том, как сшить кружевные трусики, красивые трусики с люксовой обработкой. В этом видео мы покажем шаг за шагом, как сшить трусики идеальные, у которых что лицо, что изнанка будут обработаны в чистую. Это называется люксовая обработка. Так что, кому хочется эксклюзива, вы сможете сшить такие трусики вместе с нами. Надеюсь, что в начале августа это видео уже появится. Я сообщу еще об этом дополнительно. Так что пока это первый анонс онлайн-видеокурса. Повторюсь, он будет платным. На этом видео заканчиваю. С вами была я, Татьяна Шадрина. Вы были у меня на канале «Время шить». Всем пока-пока. До встречи.